В спорте важна каждая мелочь, особенно если это касается гребли. За богатую тренерскую карьеру Владимир Шантарович и команда успешно выступали на многих топовых турнирах. Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы. И здесь важно все. Питание, здоровый сон и даже время в дороге от отеля к каналу. Предельная мобилизация. Кстати, сборная остановилась недалеко, в 4 километрах от места соревнований. Сейчас все усилия тренерского штаба направлены на то, чтобы спортсмены словили нужный соревновательный ритм. Я включил, считаю, 55-56. Вы на 41 уже в моем счете. Нет, так я вообще не знаю, что вы остановились просто. В этом сезоне для белорусов чемпионат Европы в Болгарии – второй крупный международный старт. Это значит, что поводов для размышления у тренерского штаба будет предостаточно. На дебютных соревнованиях, этапе Кубка мира в Сербии, белорусы уже доказали, что во время предсезонной подготовки заложили прочный фундамент. Задача у нас одна – это хорошо финишировать на олимпийском цикле. Вот основная задача, я думаю, для любой команды мировой. Поэтому привезли состав 30 спортсменов, 10 обслуги, наука, просматриваем. Самое главное – смотреть мобилизацию спортсменов. Это вся психологическая составляющая, это основ сморта. Потому что у нас очень много молодежи. Основное внимание будет направлено на молодежь. И здесь важно, как ребята поведут себя во взрослом спорте. Чтобы хорошо выступить и достойно чувствовать себя в элите мировой гребли, к результатам, показанным на молодежном уровне, нужно добавлять еще 3-4 секунды. Задача вполне решаемая, но на первом плане – психологический фактор. Состав сборной Беларуси на чемпионате Европы в Болгарии можно считать практически идеальным. Единственное, по состоянию здоровья не приехал в Пловдев каноист Артем Козырь. И по этой причине он не показал свой лучший результат на чемпионате Беларуси в Бресте. А вот лидеров женской сборной Маргариты Махневой и Марины Литвинчук нет по уважительной причине. Они готовятся стать мамами. Сегодня команда провела одну, но усиленную тренировку. Задания индивидуально расписаны для каждого. Пока коллеги по команде оттачивали технику на грибном канале, Дмитрий Третьяков работал над общефизической подготовкой. В Болгарии он готовится выступить в байдарке четверки на 500 метров и в двойке на 200 метров с опытным Вадимом Махневым. А чемпиону мира Олегу Юрьене по душе длинная дистанция. Здесь он обкатывает новую лодку от словацкого производителя и уже разрабатывает тактику с учетом погодных условий. После нашего, скажем, «теплого лета», в кавычках, здесь, конечно, приходится быстро адаптироваться к этой жире. Ну, пока что, конечно, тяжеловато. Почувствовал то, что секунды должны быть быстрые. Но всем вода теплая, всем условия одинаковые, поэтому тысяча, она есть тысяча. Надеюсь, что она служится отлично. Кроме километровой дистанции Олега Юреню ждут еще и непростые 5000 метров. А первые официальные старты уже завтра. На воду выйдут паралимпийцы. В этом виде Беларусь представят три спортсмена. А вечером пройдет официальная церемония открытия чемпионата Европы с участием представителей Международной и Европейской Федерации Гребли. А национальная команда продолжит готовиться в режиме двухразовых тренировок. Алексей Богданович, Геннадий Челей, новости спорта, Пловдив, Болгария.